МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 30 августа родились. Сергей Прокудин-Горский, основоположник фотографирования в цвете. Лавр Корнилов, главнокомандующий российскими войсками в 1917 году, лидер Белого движения. В этот день 30 августа 1703 года, спустя несколько месяцев после основания, Санкт-Петербург пережил свое первое наводнение. Вода в тот раз поднялась на 2,5 метра. 30 августа 1813 года закончилась многодневная битва при Кульме. 30 августа 1918 года эсерка Фанни Каплан стреляла в лидера большевиков Ленина. 30 августа 1946 года повешен атаман Григорий Семенов, лидер Белого движения на Дальнем Востоке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Григорий Михайлович из идейных, идейных патриотов. И впрямь до самой смерти, как неизлечимую болезнь, пронес в себе Семенов страдания об утраченной родине. И одновременно огонь борьбы. Первые слова атамана в единственной написанной им книге обнажают его главные стремления. Будучи вынужден волею обстоятельств временно прерывать активную борьбу с красным интернационалом, который я посвятил себя с первых же дней захвата власти над моей родной страной, его агентами, я ни одной минуты не думал, что эта борьба закончена. Григорий Семенов – потомственный казак. А еще он по материнской линии имел бурятскую кровь. Молодой казак Григорий казался квинтэссенцией вольности казачества, мятежного духа кочевников и глубокой веры. Уроженец Забайкалья первое образование получил дома, окончив 21 год Оренбургское казачье училище. Свободно владел языками родного края – монгольским, бурятским и отчасти калмыцким. Потому Семенова отправили в Монголию делать маршрутные съемки. Однако в командировке авантюрный дух не давал сидеть на месте. Семенов сдружился с монголами, переводил для друзей стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева. А еще по собственному признанию, 20 лет от роду не пришлось впервые стать на путь политической деятельности, вмешавшись в создание истории страны великого Чингисхана. Так Семенов выразился о своем участии в государственном перевороте, который сделал Монголию независимой от Китая. После этого он был отозван начальством, случился скандал. Дело удалось замять по личному ходатайству командира полка. И Семенов вскоре опять вернулся на службу. В декабре 2013 года Григорий Михайлович поступил на службу в 1-й Нерчинский полк. Пожалуй, это важнейшее событие в его жизни. Командовал полком барон Врангель. Осенью 1914 года в Первую мировую с Дальнего Востока полк прибыл под Варшаву, где сразу вступил в бои. Первый Георгиевский крест украсил грудь казака уже в ноябре за отбитие полкового обоза во главе группы из девяти кавалеристов. А ведь еще ему пришлось повоевать и в Персии, и на Кавказе. Когда же после февральской революции фронт затрещал по всем швам, Семенов уже командовал конным полком. Одним из немногих спаянных железной дисциплины. Уже тогда вокруг будущего атамана сформировался костяк дальневосточных белых. Боевые действия против большевиков Семенов начал одним из первых. 1 декабря. После неудачной попытки захватить власть в Верхнеудинске, Улан-Удэ, отряд двинулся в Манчжурию, откуда успешно переходил границу и атаковал большевицкие силы. Нападения порой сопровождались военными преступлениями. Так, 29 января 1918 года, захватив приграничную станцию Манчжурия, отряд Семенова после победы расстрелял членов станционного совета рабочих депутатов. Он вообще ввел войну весьма жестоко. 1500 неблагонадежных было расстреляно им за годы гражданской войны. 28 августа Семенову удалось захватить Читу. В столице Забайкальского казачества он продержался до 22 октября 1920 года. С января по ноябрь это место оставалось последним оплотом сопротивления в Сибири и на Дальнем Востоке. А Колчак передал именно Семенову всю полноту власти на восточной окраине империи. Однако сопротивление во всей России заканчивалось одинаково для вождей белого движения. Смерть или эмиграция. Семенов выбрал второе. И как большинство коллег, в эмиграции продолжал вынашивать мысли о свержении большевизма. Обосновавшись со временем в Манчжурии, Семенов, пользуясь помощью японцев, готовил диверсантов для заброски в СССР. Правитель восточной окраины не особо скрывался. В 1945 году после капитуляции японцев отряд НКВД обнаружил его в собственном доме. Суд начался через год, 26 августа. Решение суда о его исполнении пришло быстро. 30 августа Семенова повесили.